Всем привет! Меня зовут Меньшенин Алексей, я являюсь тренером сборной МИРА по футболу, а также руководителем студенческого спортивного клуба МИРА Российского технологического университета. Моя профессиональная карьера закончилась на окончании спортивной школы, я бы так сказал, мечты были всегда, но вот на данный момент я хочу сказать, к счастью, мне не получилось стать профессионалом, и я смог реализовываться в спортивной сфере рядом. Максимум мой это был игры на КФК и вот первая лига по мини-футболу. В повседневной жизни я занимаюсь своим любимым делом. Основная моя деятельность это руководить и развивать студенческий спорт как в своем университете, так и в рамках города и страны, и дополнительно организовываю различные спортивные мероприятия. Наша команда появилась очень давно, то есть базовая это наша сборная университета, которая появилась 50-60 лет назад. То есть это историческая просто команда, которая всегда выступала от лица университета. Решили это все преобразить, то есть мы выступаем не только среди университетов, мы выступаем на различных любительских городских соревнованиях. У нас там порядка 5-6 игр в неделю, у нас большой запас игроков. Тренером являюсь исторически я. С удовольствием хотел бы отдать эту ношу кому-то, кому интересно, кто хочет так же развиваться, как я. Но сейчас, к сожалению или к счастью, для всех по-разному я выполняю эти обязанности и веду команду вперед. У нас как таковых стандартных премиальных еще чего-то, которые типично футболу Москвы любительскому, нет. Единственное, что у нас есть в команде, это условные, как я так называю, контракты. Это, на самом деле, повышенная стипендия для действующих студентов, которые учатся на хорошо и отлично. В одной из игр у нас было на поле 4 воротаря. Потому что это был последний тур, уже мы все решили, команда все решили. У нас получилось, сыграли воротарь на воротах, нападающий. И по флангу, каждый фланг поставили по воротарю. Таким образом, у нас было 4 воротаря, мы игру проиграли, но было весело, когда воротарь еще 2 гола не забил у нас, который играл в нападении. Для нас Супер ЛГФ – это очередной виток развития команды. И в организационном и в игровом плане мы рассчитываем на хорошую игру с нашей стороны. На фоне такого праздника, удобного времени и геолокации, показали, что мы можем и заявили там себе на всю Россию. Если выиграем или попадем в призы, мы для своего университета, для своего клуба купим клубный автобус, разукрасим его в наши цвета. И будем ездить на разные выезды, поставим туда сабвуферы, какую-нибудь технику. И будем вообще самыми крутыми в этом плане, будем самыми шумными и привлекать внимание этим.